Друзья, я вас приветствую! Сегодня будем продолжать изучать C-Sharp. На этот раз мы будем говорить про массивы, списки и коллекции. Я напоминаю, что этот курс для начинающих разработчиков. И если вы уже хорошо ориентируетесь, то вам, скорее всего, будет неинтересно. А мы переключимся сейчас вижел-студию и начнем. Я прошу прощения за соседский дрель. Вы, наверное, тоже с этим сталкивались. Но постараюсь говорить в промежутках этих сверлений, так сказать. Напоминаю, что лучше всего подписаться на канал, чтобы получать уведомления про новые видео. Ну и, в общем-то, ваши подписки помогают мне. Важно, никак не помогают. Все равно подпишитесь, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Переключаемся вижел-студию и начнем. На самом деле, друзья, я как бы не представляю, как можно не понимать, что такое списки и для чего они нужны. Но, тем не менее, списки нужны, чтобы хранить коллекции объектов. То есть, какое-то перечисление, какой-то, наверное, набор объектов или каких-то типов. Например, стрингов, то есть, строковых или целочисленных значений. Или целых объектов, например, person. В списке могут складываться любые типы. Даже есть такие специальные списки, в которых есть... Ну, давайте так. Есть разные типы списков. Мы поговорим сегодня про некоторые. На самом деле, их существует очень много. В том числе и dictionary, вроде как список, вроде как нет. И hash table, ой, и hash set есть. И, собственно говоря, есть concurrency bug. В общем-то, это такое более... Ну, ладно, давайте не будем про грустное. Давайте будем говорить про то, что сегодня у нас тема. Итак, еще раз. Списки нужны, чтобы хранить... Ну, списки, массивы и коллекции нужны, чтобы хранить набор данных. Набор данных разного типа. И примером таких наборов, ну, давайте сделаем какой-нибудь... Давайте начнем с массивов и сделаем массив из целочисленных значений. Int обозначается вот такими угловыми скобками. Это будет как раз обозначать массив. Теперь мы будем говорить, какой нам массив нужен. Ну, пусть будет array of int. И теперь нужно определить, какое. Вот мне вижу, студия подсказывает, что можно написать new. Можно написать, соответственно, int. Можно как раз обозначить и изначальные значения. То есть, первоначально, вот сейчас у меня создан массив, который не содержит внутри ничего. Но я могу создать его таким вот образом. Например, 3, 4, 5, 6. И вот у меня появился массив. Целочисленный массив, который состоит из intов. От 1 до 6. И, собственно говоря, теперь я могу к этому массиву обратиться и прочитать его значения. Как это делается? Очень просто. Давайте напишем console.write. Напишем int. Ой, нет, наоборот. Array of int. Для того, чтобы обратиться к массиву. Смотрите. Во-первых, угловые скобки, то есть квадратные скобки, определяют массив, сам тип. То есть, если убрать, это будет int. Если добавить эти скобки, это будет массив. И когда я создаю массив, то я могу обратиться к нему. Ну, опять же, через квадратные скобки я могу указать, какой по номеру индекс я хочу прочитать. Например, нулевой. Напоминаю, что C-Sharp, в общем-то, как и в любых других языках программирования, ну, практически во всех, отсчет начинается с нуля. И если я сейчас запущу приложение, ну, в смысле, когда я запущу приложение, я вижу, что у меня в нулевом, давайте вот так вот, что у меня в нулевом, на нулевом месте, в массиве, на нулевом индексе, находится цифра 1. Вот, собственно говоря, я ее здесь увидел. Дальше больше. Давайте попробуем обратиться, например, к пятому. И еще раз запустим. И у нас будет цифра 6. Почему пятый? Потому что 0, 1, 2. Давайте вот так вот. 0, 1, 2. Соответственно, 3, 4, 5. И мы видели 6. 6, правильный ответ. Но она лежит по пятому индексу. Вот с массивами нужно быть аккуратным, чтобы понимать, что если мы обратимся к 6-му массиву, в смысле, к массиву за индексом 6, к данному с массивом, тьфу блин, к массиву с индексом 6, ну, увидим вот такое вот исключение, которое говорит, что выход за пределы массива, собственно, тут, наверное, вот все понятно, что мы взяли, мы попытались получить значение, которого в массиве нет, то есть индекса этого нет, поэтому мы выдали, нам выдалось исключение о том, что, как бы, все, в смысле, все плохо. Смотрите, я вас хочу обратить внимание на то, что, ну, давайте я не буду это стирать, на то, что я могу, вот, Нижелстудия подсвечивать, что можно не указывать вот это вот объявление, то есть если вы где-то встретите вот такую конструкцию, она тоже рабочая и на самом деле тоже будет работать, в том смысле, что C-Sharp сам знает, что вы, собственно говоря, делаете. Более того, если здесь написать var, то вот эта конструкция перестает работать, здесь уже тогда нужно написать new int, и тогда, собственно, все заработает так же, как и раньше, более того, вот это вот тоже можно удалить. То есть C-Sharp достаточно умный язык, чтобы понимать, что вы от него хотите, и вот если навести на var, то тут мы видим, что будет массив. Какие еще варианты массива можно сделать? Ну, давайте сделаем, давайте что-нибудь попробуем по-другому сделать. Смотрите, я, давайте вот так сделаем, var int, и я хочу создать вот такой массив. Теоретически я тоже, ну, давайте вот так сделаем, int, вот так вот. Я такой массив тоже могу создать, вот мне C-Sharp говорит, что это действительно так, но теперь, когда я, смотрите, когда я показывал в прошлый раз, то есть вот здесь вот я могу инициализировать массив, то есть массив уже новый создастся с какими-то значениями, а я могу еще также создать пустой массив, но потом положить в него данные. Но вот данный вариант, который я сейчас покажу, он не будет работать, потому что, давайте вы сейчас сами узнаете, я хочу прочитать, а вот, вот у меня уже есть строчка, хочу прочитать с номером 6. И вот эту лишнюю нужно брать. Я запускаю приложение и, естественно, получаю ошибку, потому что у меня в массиве нет ничего, а я обращаюсь к шестому индексу, то есть на шестое место в массиве у меня ничего нету, и поэтому я получаю ошибку. Более того, если можно массив как-то инициализировать изначально, то изначальные данные задать, можно как-то в него эти данные потом добавить. Смотрите, я сейчас попытаюсь сделать следующее. Array, я указываю нулевое значение и положить туда, ну, допустим, 100. Хорошая цифра, видно будет и понятно, и еще точно не промахнемся. Я хочу прочитать в консоли Write, вот здесь тоже нулевое значение, смотрите, я запускаю и получаю, естественно, ошибку, потому что у меня массив пустой, в нем ничего нет, и никакого нулевого индекса изначально не существует, об этом мне и говорит система, что, собственно говоря, вполне логично. Что нужно сделать для того, чтобы эта конструкция заработала? Мне нужно объявить массив, какого размера я хочу создать. Ну, например, можно это сделать таким образом, и вот здесь указать, ну, допустим, одно значение, и таким образом у меня сейчас программа. Он заработает, я получу 100. Но если попытаюсь обратиться к несуществующему элементу, то есть 0 это первый, 1 это второе место, и я получу снова ошибку. Но если я сделаю, что у меня массив изначально размером 2, ну, давайте говорить, 2 места в массиве существует, то у меня изначально он унициализируется значением по умолчанию, для Инта это 0, и вот я вижу здесь 0. В общем, друзья, нужно понимать, что массивы достаточно мощная штука, и чтобы ими пользоваться или управлять, ну, надо понимать, что такой специализированный, да, если с коллекциями типа лист или коллекция там чуть попроще, то здесь немножко сложнее, в том смысле и отчет как бы сначала, и добавлять специальным образом, и удалять образом следующим. Кстати, да, ну, давайте еще покажу эту конструкцию. Set Value, ну, это недавно появилась штука, я здесь должен указать, как вы видите, Value, то есть в значениях пусть будет 200, а в какой индекс, ну, пусть будет индекс 1. То есть эти конструкции равнозначные, другими словами, я вот вызываю индекс 1, в 1 я должен видеть 200, запускаем, проверяем, да, действительно, вот, 200 это как бы на самом деле отлично. Дальше, раз можно, давайте еще так-то покажу, вот что, Array, это на самом деле такая достаточно быстрая штука, в отличие от, например, других типов коллекций, типов списков, типов наборов, да, если так можно. Но она немножко ограничена по функционалу, то есть невозможно взять и написать здесь Add, в отличие от, допустим, листа, или там еще какие-то возможные варианты. Ну, есть такие простые, как, например, где у нас тут есть, ну, это списки решений, сейчас найду, так, это линк уже подключился, так, я не вижу. А, ну, смотрите, я могу посмотреть длину массива, что мне это дает? Это мне дает следующую возможность. Я могу сделать for, ой, я могу сделать for, то есть сделать, пробежаться по всем элементам массива от 0, int i равное 0, то есть, и здесь у меня дальше Array of Fund, здесь мне нужно написать, то есть длина, от 0 меньше длины, здесь все верно, и если я вот эту вот строчку поставлю вот сюда, то я здесь могу обратиться именно к i элементу, то есть сначала он будет 0 сюда поставить, потом следующий плюс 1 или 2, и теоретически я должен выйти в список из двух цифр, вот у меня 100 и 200, ну и, собственно говоря, так далее. Смотрите, допустим, у меня чуть больше массив, и он изначально задан, но вот таким вот значением, пусть будет Array of Int, и я вот эти значения инициализирую, давайте их пока закорректирую, пробежимся снова по списку, увидим их все, вот эти все значения вывелись в каждую свою строчку, но нужно понимать, что если я для нулевого элемента напишу, что он теперь равен 100, то вот у меня вот этот цифр один заменится, соответственно, на 100, и мы, естественно, ой, и мы, естественно, это видим, это, собственно говоря, нормально, более того, по массивам можно пробегать, и вот мне даже вижу, студия подсказывает, можно использовать Forage, но давайте вот таким вот образом, то есть ничего не изменится, я также вижу эту коллекцию, но она выглядит более понятно, на мой взгляд, для T в массиве Array of T, в Right Line массив, то есть тип, видимо, она подставила, ну и тут можно, кстати, сделать так, чтобы было понятно, да, ой, нет, можно написать Вэль, да, то есть Вэль, то есть значение в массиве Array of T, и написать это значение, очень удобно, ну и еще, наверное, можно сказать о том, что если вы создадите Array, то его можно перевратить в List, и, собственно говоря, то есть, допустим, вот так вот, List of, собственно говоря, Int, мы сейчас об этом тоже поговорим, давайте, второй массив, равен Array of Int to List, ну и другими словами, я массив, который был массив, целых численных значений, перевел в лист, целых численных значений, на самом деле, сейчас для вас, возможно, будет большая путаница в том, что разные типы коллекции, зачем, но со временем вы поймете, что где-то это, прям вот вообще, как будто никак, очень сильно, ну и надо полагать, что раз это все трансформируется, и раз у нас может быть разные коллекции, или чего угодно, давайте создадим коллекцию строк, и вот есть, я, допустим, захочу вывести это, теперь у меня коллекция называется, Array of String, и я могу так же вывести, вот, вот такой вот получился у меня, собственно, вывод на экран, здесь поставим пробел, поставим запретую, то есть, в коллекции, то есть, в массиве может быть, собственно говоря, разные значения, это может быть, целочисленные, Double, Dead Time, вот в данном случае, String, ну давайте какую-нибудь фигню сделаем красивую, ну допустим, определим, например, StringBuilder, который будет ввезел StringBuilder, нет, нет, StringBuilder, вот, и теперь мы этот, ну давайте в конце выведем результаты этого StringBuilder, я, наверное, не помню, говорил я или не говорил про, что такое StringBuilder, но если говорить про строк, то вы наверняка, давайте это будет домашнее задание, если про это не говорил, узнайте, что такое StringBuilder и для чего он нужен, это на самом деле очень важная штука, и теперь этот StringBuilder, то есть, построитель строк, я использую, чтобы здесь написать Append, то есть, сложить все строки, и в данном случае, я буду складывать Value в одну строку, и потом эту строку выйду, то есть, вот у меня, что получилось, я думаю, что вы прекрасно видите, это действительно правда, несмотря на то, что человек с дрелью нам очень сильно мешает, но не важно. Так, давайте перейдем к спискам. Итак, мы говорили про Array, показал синтаксис, как его создавать, что говорит про списки, то есть, лист, это на самом деле гораздо проще, создается он по принципу лист, и подставляется тип, чего лист, но в данном случае пусть будет стринг, и это будет лист of, ну пусть будет стринг, и создадим новый лист of string, и здесь у нас сейчас инициализировалась новая коллекция, напоминаю, что можно использовать War, например, как в данном случае, и у нас уже есть коллекция, она пустая, более того, лист выполняет, давайте вот покажу секрет, если нажать F12, то мы узнаем, из чего этот лист состоит, ну, во-первых, лист у нас наследник от, то есть, не наследник, лист у нас является реализацией iCollection, iNumerable, iNumerable, лист, и тут, короче, вот все вот это вот трихомуде, в смысле, прошу прощения, и вот эта вот вся коллекция перечислений, которые он реализует, они на самом деле реализуют эту возможность управления списками, в том числе, каждая из них, вот, например, Collection, если посмотреть, ну, уже нажать F12, то здесь появляется добавление, проверка на содержание, удаление, ну, и, соответственно, у нас эти возможности тоже в листе появляются, и здесь я могу написать List of String, написать Add, и у меня Visual Studio, вот в данном случае, подсказывает, что мне требуется какой-то item с типом String, ну, давайте напишем сюда, ну, что у нас, пусть будет Evlamp, ну, вот такой вот русской, Evlampy, в данном случае, мне нужно как-то в этом списке, ну, давайте я для начала выведу в консоль, в write, в консольное приложение, List of String, ну, давайте, можно обратиться также по индексу, кстати, нулевой, нажму F5, и мы увидим, как раз вытерширное слово Evlampy, и, собственно, можно также использовать другие способы доступа к данным в списке, ну, например, и общеизвестный LinkQ, и для этого нужно сделать вот таким вот образом First, мы чуть-чуть попозже поговорим, то есть я хочу получить первые элементы списка, я нажимаю Ctrl-F5, и у меня опять на экране Evlampy, будь он не ладен, вот, ну, и другими словами мы можем также этот список пробежаться через ForEach, и вот у меня Visual Studio любезно отставляет значение, автогенерируется, и здесь я могу сказать ConsoleWrite, этот самый Value, и вот все значения, которые в списке есть, я опять вижу только Evlampy, ну, ой, но и Бог говорится с ним. Давайте в список добавим еще что-нибудь, List of Ring, Add, ну, допустим, Dor, нет, давайте по-русски напишем, да, Middont, вот такое вот тоже имя, не знаю, русское, не русское, напишите в комментариях, вдруг кого-нибудь правда зовут Dor, Middont, или Evlampy, я вас обижаю, я вас не хотел видеть, но вот смотрите, теперь я запущу, то есть, когда я запущу, вот у меня теперь уже два в списке, но и опять же можно поговорить про инициализацию списка, вот в данном варианте, у меня Visual Studio подчеркивает, здесь вот такую штуку пишет, это говорит о том, что она рекомендует использовать правильную инициализацию, потому что я вот в строчке номер один, давайте, вот так вот, в строке номер один, я создал объект, который называется список, а здесь дальше, в следующей строчке наполняю его и наполняю, и Visual Studio видит, что у меня это все цельное, может быть, и она предлагает сделать это вот таким вот образом, так и написать меньше кода можно, и, собственно говоря, на мой взгляд, даже более читательно. Ну, что там у нас, давайте добавим какой-то там Алексей, запятая, пусть будет, давайте я добавлю Сергей, что, как бы, ни странно, не показалось, ну, что еще, допустим, Владимир, хорошее русское имя, ну, если запустить, соответственно, вот у меня список создается одним объектом, он сразу проинициализирован, и, собственно, вы видите, что список выводится через Forage, и, соответственно, через For он тоже будет переводить. Ну, теперь давайте, допустим, удалим из этой коллекции, ну, мы видим List of String, который, собственно говоря, мы можем сделать Remove, удалить, и в данном случае мы можем удалить какой-то конкретный, ну, допустим, давайте удалим Evlampia, и если основу введу, то есть, когда я введу, то есть, у меня уже Evlampia нет, то есть, мы здесь список создали, в следующей строчке удалили Evlampia, и вывели, и у нас получилось, что Evlampia объем. Вот, в данном варианте уже нет. Как еще можно удалить? Можно удалить List of String, Remove, ну, смотрите, я могу удалить все, вот, не знаю, видно или не видно, Remove all, короче, и могу удалить в конкретном месте, для этого нужно указать индекс, так как у меня индекс, давайте, смотрите, покажу вот какую штуку, у меня, когда список создается в самом начале, ну, вот, здесь вот у меня создается, у меня здесь один, два, три, четыре, пять, и я один удаляю, а если я здесь сейчас напишу ноль, вот, как вы думаете, проверьте себя, кто у меня удалится, то есть, как удалится у меня Дормидонт, или она скажет, что Evlampia уже не существует, вот такая вот вам задачка, пока я пишу сюда ноль, подумали, запускаем, ну, и как вы видите, список после первого удаления, после того, как я удалил Evlampia, он изменился, индексы, естественно, перестроились, в этом вся и прелесть списков, и когда я сказал удалить ноль, то он удалил у меня, соответственно, Дормидонта, который был на втором месте в индексе, ну, по второму индексу находился, а когда удалился Evlampia, он стал на нулевом, и после его удаления, соответственно, все люди собрались нормально, вот, ну, так вот, ну, что еще можно сказать, что можно делать со списком, на самом деле, можно добавлять пачку, и здесь я могу сделать следующее, допустим, у меня есть новый список, я его создам, вот так вот, list of, пусть будет string 1, это будет new list of string, ну, в данном случае, это у меня будет, и он будет пустой, и потом я в list of string 2, вот таким вот образом, то есть добавлю листов string 1, и добавлю его несколько раз, еще раз, создается сначала список, вот, целиком, который листов string 1, инициализируется первоначальными значениями, вот они, потом удаляем первое значение, потом снова первое, у нас остается три вот этих вот, и потом мы создаем новый список, и в этот новый список запихиваем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, по три, и, ой, и теперь, соответственно, ну, давайте вот эту штуку, вот отсюда мы заберем, выведем вот сюда, чтобы знать, что мы добавляем, а потом возьмем второй список, и скажем, что мы выводим все значения, ну, пусть будет так, давайте запустим это приложение, и увидим, что у нас, собственно говоря, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, короче, здесь их, сколько там, три, да, шесть, восемнадцать штук, поверьте, то есть, я сразу в другой список добавил данные целиком из списка листов, то есть, range подразумевает, что сюда можно заводить коллекцию, но обратите внимание, что iNumerable, надо сказать, что iNumerable, это очень важная штука, она на самом деле, минимальная неделимая единица для списка, для, даже не списка, для всех типов перечислений, вот, iNumerable, это, как бы, основа всех списков, то есть, если говорить про лист, давайте еще раз покажу, F12, то, вот, iNumerable, он является наследником, давайте прокажу еще, iNumerable, у него есть get-нумератор, а вот здесь, iNumerable of T, вот, есть iCollection, о котором я говорил в начале, вернее, в начале, начал, то есть, тема коллекшенов, у нас то же самое, что и Arrays, то же самое лист, они, как это, озвучены в теме, но я не думаю, что про них будет смысл говорить, потому что, мне кажется, и так все понятно, то есть, у каждого типа из этих списков, они, есть свои собственные фишечки, где-то можно добавить, где-то можно удалить, лист на самом деле распространенный, достаточно быстро работает, но и раз мы можем добавить, удалить, также мы листовстринг можем сделать clear, где-то тут есть, вот, clear, то есть очистить список, давайте это и сделаем, и вот таким вот образом, то есть, опс, вот, и потом, когда мы сделали clear, мы делаем консоли в write, давайте будем использовать, новый модный способ вывода на экран, я здесь напишу, list of string 2, а мы list of string 2, давайте мы листовстринг 2, нет, давайте сделаем по-хитрому, для начала мы посмотрим, сколько всего записей, всего записей, в list of 2, но для этого нужно обратиться к свойству, которое обозначает count, собственно говоря, его можно использовать, когда вы используете for, потом мы его очистим, и потом, давайте вот так вот, до очистки, и вот здесь, скажем, после очистки, очистки, вот так вот, давайте запустим это приложение, в конце концов увидим, что у нас получилось, и так мы добавили коллекцию, вот это вот все, вот у нас, собственно говоря, вот оно, потом мы сказали, сколько у нас всего, то есть, вот оно, 18, вот оно, а потом очистили этот список 2, и снова вывели его на экран, и у нас оказалось, что после очистки там 0, ну, в общем-то, это неудивительно, сами понимаете, так оно, собственно, и должно быть. Так, ну, что еще рассказать, ну, давайте я расскажу, вот что, здесь, собственно, list of string, ну, допустим, два, есть еще полезные штуки, но, помимо того, что add, ну, в смысле, добавить, добавить, давайте вот так, добавить, добавить пачку, очистить, удалить, удалить на месте, есть еще и другие полезные штуки, на самом деле, и мы, наверное, про них поговорим чуть позже, есть еще штука, которая называется contain, которая проверяет наличие объекта, конкретного типа, или по конкретному параметру, выборки, да, фильтрации, в этом самом списке, ну, и есть еще exist, она, собственно говоря, проверяет, что список состоит, что конкретное значение находится в этом списке, ну, это уже делается через предикат, на самом деле, find, это другой вариант использования списков, но это больше относится к link you, чем к конкретному списку, это можно и другим, ну, и здесь, на самом деле, достаточно много, ну, и еще одна полезная штука будет, опс, где, вот, index of, вот, index of, это можно обратиться и спросить, какой индекс, объекта, давайте напишем, index of, что у нас там, допустим, вот, владимир, вот, var index, напишем, и потом, console.vrite, ой, здесь нужно поставить точку запятой, и здесь написать, console.vrite, index, то есть, я хочу узнать, под каким индексом в списке list of string 2 находится значение владимир, давайте запустим приложение, под минусом 1, почему? Потому что мы список очистили, и, соответственно, если программа не нашла этого, это значение, в данном случае, значение владимир в списке list of string, то она выводит минус 1, и это тоже нужно понимать, там другого, в принципе, и быть не могло. Ну, а теперь, если мы это переместим, соответственно, до того, как очистили, да, вот таким вот образом, и еще раз запустим приложение, то владимир у нас находится под индексом 2. Находится, опять же, смотрите, первый владимир, не все владимиры, а первый, это нужно понимать, как это работает, ну, на самом деле, если вы говорите честно, то это как бы написано прям, прям, прям вот здесь, вот черным по белому, вернее, белым по черным, уже в данном варианте, что он находит первые попадания, значения, то есть, в общем, читать инструкции, это на самом деле полезно. Что еще можно сказать? Ну, давайте попробуем еще что-нибудь найти, вот в таком вот варианте, можно также найти самого Владимира, да, например, contains, вмещает, ну, допустим, contains, ну, опять же, пусть там, ну, пусть будет Сергей, в конце концов, да, что, почему нет? И это уже будет булево значение, из, 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 так, contains, и выведем тоже это значение, консоли, write, из contains, вот так вот, и запустим это все, вот у нас уже много тут букв, вот, напоминаю, что мы всего посмотрели, Владимир у нас подлинцем 2, и содержит Сергей True, ну, потому что это, а, бульвое значение, в общем, списки достаточно интересная штука, они на самом деле приносят очень много пользы, потому что, так или иначе, вы всегда будете с этим работать в C-sharp, несмотря ни на что, потому что иначе, как бы, мыслов нет. так, ну, что надо сказать, давайте тогда создадим, какой-нибудь, var collection, да, какой-нибудь, чтобы объяснить, что такое collection, new, collection, и, собственно говоря, мы можем создать коллекцию, или коллекцию специального типа, ну, например, пусть будет date, time, например, вот такая вот коллекция, вот, мне для этого потребовалось добавить специальный namespace, не забывайте это делать, ну, и теперь можно в эту самую коллекцию положить, допустим, по такому же принципу, new, давайте, day, time, мы положим, допустим, now, да, какого на себя, today, да, и еще положим, какой-нибудь, new, day, time, нет, не так, ну, new, day, time, ну, допустим, 20, 22, запятая, 4, ну, запятая, 12, отлично, попал, прямо вот, как хотел, ну, и, соответственно, опять предлагает использовать инициализатор, но это потому, что мы можем сделать вот таким вот образом, я сейчас ее обману, чтобы она не просила, я скажу collection count, то есть сказать, сколько в коллекции объектов, потом добавить 2, и еще раз посмотреть, сколько в коллекции объектов, а потом for each collection, ну, пусть будет date time, console.write, и вот этот вот самый date time, пусть будет toString, и сделаем его d, ой, ну, вот таким вот красивым способом, запускаем приложение, ну, и смотрим, изначально у нас в коллекции 0 объектов, мы ее здесь создали, посмотрели, сколько объектов, 0, дальше мы добавили первый, добавили второй, вот он, ага, добавили, потом посмотрели, сколько у нас их теперь, 2, ну, не мудрено, ну, и, соответственно, когда пробежались по коллекции, вывели их все в консоль, ой, вот так вот, наяшкин кот, ну, ладно, не важно, вот, у нас получилось, она вывела оба объекта, то есть, вот они даты, сегодня, да, 25 июня, кстати, у моей жены днер рождения, принимаются в комментарии, поздравления, подарки, все же нет, вот, ну, и надо сказать, что коллекции, на самом деле, очень много в системе, ну, в смысле, в Дотнет, и они разного типа, и предназначены для разного, и уникальные, и сортированные, и конкуренси коллекции, и дикшенари, и всякие хештейбы, хешсеты, в общем, их очень много, и их придумали не зря, определенные типы коллекции, чаще всего используют для определенных целей, там, в зависимости от того, чего вы, каких, каких целей вы хотите достичь, ну, надо сказать, что лист, она, на самом деле, самая распространенная, чаще всего используется, она достаточно быстрая по производительности, ну, единственное, что, когда вы записываете в коллекцию, что-то, ну, что-то, вернее, прошу прощения за мовитон, буду пытаться говорить по-русски, когда вы что-то в коллекцию запихиваете, когда вы что-то добавляете в коллекцию, и это делаете, асинхронно, или многопоточно, то, вот, лист, она не потокобезопасна, на запись, а на чтение, она достаточно быстрая штука, поэтому используйте, на самом деле, здесь никаких ограничений нет, и в любом случае, есть некоторые тесты по производительности, какая коллекция быстрее, но, зависит от того, она медленнее или быстрее, какие, какой функционал она может внести, лист, самая распространенная, самая часто используемая, рей, меньше используемая, но при этом, она не менее производительная, ну, в общем, вот такие вот дела. Я на этом с вами прощаюсь, видео почему-то получилось длинным, скажите мне в комментариях, какой длины видео для вас удобнее было бы смотреть, может быть, не нужно было показывать три коллекции, показать одну, ну, ну, и, поделитесь, опять же, насколько вам удобен формат подачи, то есть, понимаете ли вы, о чем я говорю, может быть, нужно более комментированно, может быть, менее комментированно, а при этом, напишите, пожалуйста, в скобочках, или там, как бы еще, сколько времени вы уже пишете код, и занимаетесь этим программем, или изучаете код, вот, чтобы мне сориентироваться на подачу. Так, я с вами прощаюсь, с вам желаю всего доброго, и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok